Знаете, у меня была уникальная жизнь, как и у вас. У меня было достаточно возможности жить очень хорошо. Но были преграды, которые сбивались ног. Я родилась в Лос-Анджелесе, Калифорнии, в очень бедном районе. И без денег, но есть преступности вокруг, и поэтому мало кто задумывался про цели. Немногие люди вокруг к чему-то стремились. Оказалось, я жила между двумя преступными группировками. Я не уверена, есть ли у вас банды, но это такие подростки, которые очень любят драться. Я жила между двумя злобными группировками подростков, которые любили драки. И каждый день у меня было по три драк, возвращаясь со школы. И это был единственный путь, как попасть домой. В раннем возрасте я не знала, кем я стану. Я не знала, чем я могла бы заниматься. Мне не нравятся цвет моей кожи. Мне не нравились мои волосы. Мне не нравилось во мне то, что сейчас я люблю в себе. Я чувствовала себя дискомфортно. Мое окружение было очень опасным. Я не считала себя красивой. Я не знала, кем я стану. Мне пришлось учиться, как натренировать мышцу встать на ноги. Мне пришлось выучить, как эти мышцы работают. Мне пришлось загнуть глубоко внутрь себя и обнаружить там то, чего я не замечала прежде, чтобы я смогла сделать то, чего прежде не делала, и получить то, чего у меня никогда не было. Радости, успеха, благополучия, богатства и счастья. Я натренировала эти мышцы, благодаря которым вновь встала на ноги. Когда я писала свою книгу-бестселлер про успех, цель этой книги было поделиться моим опытом достижения успеха. Сама идея была поделиться моей историей успеха в надежде, что вы также сможете достичь большего в вашей жизни. Видите, для меня было трудно не сдаваться. Я ни в коем случае не хочу, чтобы вы подумали, что моя жизнь была легкой, потому что это не так. Я мать-одиночка. Я была матерью-одиночкой до рождения моего сына. Когда моему сыну было один, два, три, четыре и пять лет, у нас было очень мало денег, и мы недоедали. Я помню, как мы всегда кушали бобы и сосиски, бобы и сосиски, только и всего, без какого-то выбора. Я поняла, что я должна развить те мышцы, которые помогут мне подняться. И благодаря этим мышцам, мое желание вновь встать на ноги сильнее, чем желание сдаться в любое время. Я хотела сдаваться много раз. Но каждый раз, когда я была на грани, я отталкивала это желание и активировала те самые мышцы. Поэтому я хочу уделить внимание, уделить много внимания и объяснить, что же это за мышцы, мнор встать на ноги. Как вы можете их натренировать? Что я люблю в этих мышцах, это то, что они есть у каждого. Повторите, у каждого. Они есть у каждого, не только у меня, не только у успешных людей. Они есть у вас, у каждого человека они есть. И натренировать эти мышцы можете только вы. И позвольте мне рассказать о ваших мышцах. Почему я называю их мышцами? Потому что это как в спортзале. Если вы хотите накачать трицепсы, если вы хотите накачать трицепсы или бицепсы, вы хотите накачать ваши бедра или ваш пресс, вы должны работать над ними. И эти мышцы точно так же вам нужно накачать. Номер один. Ваши мышцы понимания. Помните, ваши лучшие уроки, лучшие подарки будут завернуты в наждачной бумаге и завернуты в то, что приносит боль. Обернуты в болезни, обернуты в увольнение, обернуты в болезненное дышание. Но через это вы познаете другую сторону. Вы получите лучший урок и лучшие благословения. Это называется накачать вашу мышцу понимания. Следующая мышца – мышца веры в себя. Мышца веры в себя – это та мышца, которая говорит, «Я смогу это сделать. Не знаю, как Лиза, но я смогу это сделать. Но я верю, что я смогу это сделать. Я верю, что сегодня я лучшая женщина. Я лучший мужчина, чем вчера». Мышца веры в себя – это мышца номер два. Теперь мышца номер три. Я люблю эту мышцу. Это мышца действия. Мы говорим про закон успеха, закон действия и закон «Несмотря ни на что». Объедините их вместе, и получится мышца действия. Ваша мысль действия говорит, «Я не собираюсь об этом думать. Я не собираюсь об этом говорить, но начну действовать прямо сейчас». И если я действую, иду в неправильном направлении, я вернусь назад и буду двигаться в другом направлении. Однако я буду продолжать действовать. Затем мышца, которая спасла мою жизнь. Я знаю, что эта мышца дала мне жизнь. И это – это ваше «Я знаю, что я знаю, что я знаю мышца». И это мышца вашей веры. Можно ли ее видеть? Можно ли ее осознать? Можно ли ее понять, даже если еще результата нет? Можете ли вы полностью довериться тому, чего вы еще не можете видеть? Когда вы создаете, но этого еще нет. Это ваша вера. Это мышца веры. Я люблю ее называть «Я знаю, что я знаю, что я знаю мышцы». Это означает, что без каких-либо доказательств я знаю, что это случится. Я буду идти, говорить, действовать, и жить, и дышать так, как будто это уже случилось. Тогда это случится. И следующее – это мышцы честности. Я не говорю про ту честность, как говорить правду. По честности я подразумеваю то, над чем вы знаете, что вам надо работать. Вы знаете, что это отдаляет вас от цели. Вы знаете, что откладывание на потом или неумение отказать, или ваше упрямство, или страх останавливает от достижения вашей цели. Такого рода честности. И еще есть ваше говорить «Да, мышца». Как я говорю по-вашему, «Да, мышца». Ваше «Да, да, мышца». Скажите «Да» вашим мечтам. Скажите «Да» твердо. Иногда говорите «Да» с дрожащими коленами, трясущимися зубами, но все равно говорите «Да» вашим мечтам. И следующее – ваша мышца решимости. Я люблю решимость, потому что решимость означает смотреть страху в лицо и уверенно идти вперед. И вместо поиска пути, по которому не страшно идти, я говорю «Используйте вашу мышцу решимости, и даже со страхом идите вперед». И еще есть мышца, которая дает вам свободу. Это мышца прощения. Видите, когда в силах прощать, вы освобождаете ваши руки. Вы хотите держаться за успех, вы хотите держаться за благополучие, но ваши руки заняты злостью, обидой, стыдом, сожалением. Можете ли вы это отпустить? Можете ли вы простить себя? Можете ли вы простить других? Можете ли вы простить того мужчину или ту женщину? Потому что, прощая их, вы обретете покой. Когда вы простите их, вы обретете будущее. И моя любимая, она же последняя мышца, это мышца лучшего выбора. Мышца лучшего выбора – это мышца, которая говорит вам «Смотри вверх на свои самые большие мечты». Видите ли вы сверху основную цель? Мы часто смотрим вниз, видим детали, погружаемся в быт и в мелочи, и мелочи затягивают нас. Но мышца лучшего выбора говорит «Подними голову и посмотри вверх, и посмотри на общую панораму жизни. За что тебя будут вспоминать?» Это и есть мышца лучшего выбора. Я знаю, что эти мышцы кажутся объемными. Я знаю, что они могут казаться глубокими. Но когда мы встретимся на тренинге, не волнуйтесь. Я приготовила для вас отличных, эффективных упражнений для практической работы, и вы сможете проработать каждую мышцу. Да. На тренинге будет жарко. Это будет классно. Мы многое успеем. И я вам покажу, как вам натренировать эти мышцы, как правильно делать упражнения, чтобы натренировать эти мышцы. Как правильно делать упражнения, чтобы натренировать мышцы ног? Evolution. Итак, мы прошли очень важные темы, мы многое успели сделать. Мы прошли очень важные темы, мы многое успели сделать. Мы рассмотрели четыре квадранта, помните, от четверых квадратов мы говорили о причинах, провала бизнеса. Я давала вам интересные уроки и интересные рекомендации на тему ошибок в бизнесе и сегодня мы рассмотрели Мы говорили о мышцах, как мы встать на ноги, какие они, и как ими пользоваться, и как их развивать. А теперь, на следующем уроке, и в последнем уроке, пришло время последнего урока. Не переживайте, это всего лишь последний урок, перед нашей встречей на тренинге. Поэтому это просто перерыв между встречами, когда мы увидимся в реальности. Я люблю это называть перерывами между встречами до тренинга. И на последнем уроке мы будем говорить о законе успеха. Я подробно раскрою эту тему для вас. С терпением жду следующего урока с вами. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова